Всем привет! У моей Сайги 9, вот у этого карабина, пару месяцев назад был юбилей, 20 тысяч выстрелов. И сегодня я хочу рассказать, в каком она состоянии и благодаря чему этого удалось добиться. Сайга 9. Мое любимое оружие на данный момент, потому что в основном я стреляю сейчас в дисциплину PCC, именно вот из карабина пистолетного калибра. И, соответственно, вот сейчас я почти не расстаюсь с этим карабином. Почти каждый день на стрельбище он ездит со мной, я из него довольно активно стреляю. Для нетерпеливых зрителей сразу скажу, что с карабином на самом деле все в порядке. Более того, буквально через полтора месяца я собираюсь ехать с ним на чемпионат России, а если уж я еду на такое крупное соревнование, значит я в этом оружии полностью уверен в том, что оно меня не подведет. А для тех, кто хочет подробностей, дальше я расскажу о том, что на нем установлено, благодаря чему, на мой взгляд, удалось добиться такой хорошей и долгой жизни этого карабина. И в целом, в каком он состоянии, что ломалось, что менялось, в том числе покажу, как выглядит карабин после двух с половиной тысяч выстрелов без чистки. Примерно столько сейчас вот по моим подбивкам на нем. Приобрел этот карабин я у одного известного оружейного блогера в конце 2020 года. К тому моменту он уже там пару тысяч выстрелов сделал, был практически в состоянии идеальном, и поэтому за его судьбу я особо не беспокоился. Рассчитывал, что настреляю пять-десять тысяч выстрелов, ну, как пойдет, потому что на тот момент я активно ПСС еще не стрелял. Сейчас же получается, что довольно интенсивно у меня идет стрельба, причем идет она неравномерно. То есть иногда это может быть две-три тысячи выстрелов в месяц, а иногда за месяц там сто-триста выстрелов. Когда я покупал карабин, определенные, конечно же, сомнения, опасения у меня были, потому что историю и больные места этой модели я хорошо знал. Основной проблемой было выламывание направляющей затвора. Дело в том, что затвор при откате в положение запирания ствола делал такое небольшое кивающее движение, удар, и из-за этого слабое довольно направляющее, с одной стороны, в месте прослабления давало трещину. Очень распространенное на самом деле на САЙГИ явление, и оно довольно быстро было решено конструкторами самими, довольно интересным, на мой взгляд, очень простым решением. Вот здесь на крышке ствольной коробки, которая здесь на шарнире крепится, была поставлена клепка, которая поджимает затвор в месте вот этого вот удара кивка, и движение это прекратилось, направляющие остались в порядке. И сейчас иногда на САЙГАХ ломает направляющую затвора. В большинстве случаев это бывает при выстрелах на недозакрытом затворе. Вообще в карабинах пистолетного калибра не только для САЙГИ, это целая болезнь. У меня один раз такое тоже случалось. К счастью, направляющая затвора осталась целой и невредимой. Сейчас никаких трещин и даже, ну, никаких следов того, что эта трещина может возникнуть на карабине, к счастью, нет. Но отделался я одним треснутым магазином. Это был магазин от Арсенала с армированными губками. Может быть, спасло это. Вот здесь вот появились пара трещин. Магазин, кстати, до сих пор работает и один из моих основных магазинов. То есть я его до сих пор использую. Никаких проблем с ним нет. Не самой большой бедой, но довольно часто встречающейся с САЙГИ-9 является выработка зубовыбрасывателя. Это деталь, которая отвечает за то, чтобы цеплять стрелянную гильзу, вытаскивать ее из патронника. Эта деталь постепенно изнашивается. Первый выбрасыватель полетел у меня где-то на тысячах 7-9, не помню точно. Второй живет до сих пор. То есть здесь стоит пока второй зуб выбрасывателя. И чувствует он себя вроде как хорошо. С выбрасывателем связан один нюанс. Дело в том, что, по сути, это деталь, которая влияет на следообразование на гильзе при выстреле. Замена этой детали должна проводиться в мастерской с последующим отстрелом оружия в соответствующей организации для того, чтобы новые пулю и гильзу внесли в пулю гильзотеку. И третий, наверное, из основных проблем с САЙГИ-9 был всегда УСМ. Ну, причем УСМ, если меняешь его на нештатный регулируемый УСМ, и тогда в большинстве случаев начинаются проблемы. В целом это хорошие изделия, которые при должной регулировке и уходе ведут себя очень хорошо и довольно при большом настреле не требуют внимания. Мне же как-то не повезло. У меня стоял регулируемый УСМ, и постоянно я с ним мучился. В том числе несколько матчей были слиты из-за них. Я упорно хотел довести этот УСМ до нормального рабочего состояния. Так у меня это не получилось. Хотя, в принципе, я, наверное, несколько десятков регулируемых УСМов в свое время настраивал. Непрекращающийся практически процесс, именно процесс, а не результат, это то, во что одета эта САЙГА. Изначально она была почти в стоке. Сразу же я ее подготовил для спорта в том виде, в котором на тот момент видел, когда только начинал PCC. Итак, если с дульного среза начинать, ДТК у меня сейчас стоит от Custom Guns. На данный момент из того, что я пробовал на САЙГЕ, на мой взгляд, он работает лучше всего. По работе ДТК я всегда субъективно проверяю. Просто-напросто беру, ставлю бумагу на разных дистанциях. И там 10, 15, 20, 25 метров ставлю бумагу, простреливаюсь с плитами и смотрю, тестирую разные сеты. В том числе, это касается пружины, буфера. Когда пробовал, точно так же. То есть, непосредственно, как это оружие ведет себя у меня в руках. Стоял у меня долгое время вот такой вот короткий ДТК. Геокт очень мне нравится. Интересно выглядел, тем более он с такой вот интересной гравировкой у меня. И был я, в принципе, доволен до момента, пока не попробовал ДТК от Custom Guns. Где-то 7, наверное, тысяч выстрелов на нем сейчас есть. Из небольших таких вот вещей, которые облегчают работу с карабином, это 3D-печатная горловина. Практикл-шутинг, кстати. Работает замечательно. В PCC вообще смен магазина не так много. Ну и когда приходится меняться, эта горловина полностью свое назначение отрабатывает. Кнопка сброса у меня тоже от Custom Guns. Первого поколения, без ограничителя хода. Меня она тоже полностью устраивает. Некоторые стрелки жаловались, что при сильном нажатии кнопки, а работает она вот в такой вертикальной плоскости, мог язычок фиксатор магазина зажать в магазин в горловине, и магазин не выпадал. В связи с этим затруднялась и замедлялась смена магазина. У меня никогда таких проблем не было. Не знаю, может быть, я недостаточно сильно нажимаю на эту кнопку. Рукоятка Павган, самая простая дешевая рукоятка. На многих других видах оружия, которые у меня есть, я использую рукоятки с пяткой специальной, которые облегчают удержание. Но здесь карабин сам по себе очень легкий, и никаких проблем с манипуляцией у меня не возникает. Поэтому простая рукоятка, удобная, эргономичная. Она очень хорошо подружилась с моей рукой. Сейчас есть у меня в планах, но уже после чемпионов России, поэкспериментировать с углом наклона рукоятки, потому что сейчас при моей нормальной вкладке, в которой я стреляю, у меня немножко в неестественном положении находится кисть правой руки. Хотелось бы это поправить. И, наверное, буду экспериментировать с углом установки рукоятки. Прямо эту же рукоятку буду ставить под разными углами и буду смотреть, что мне удобнее. Предохранитель, он же переводчик огня. Здесь штатный, но немножко доработанный. Сделан он таким образом, чтобы при нормальном положении руки, при стрельбе, при пальце на спуске, он априори был выключен. То есть педалька упирается в ладонь. И при выносе тоже получается довольно естественное такое движение. Палец на спуск положил, и предохранитель сам по себе снялся. Также сделан вырез под затворную задержку ручную. Но я ее практически никогда не пользуюсь, потому что работает она нестабильно. Что касается переходника приклада, переходник с завышением от Custom Guns, также большую часть на стрела на этом карабине был другой приклад. В отличается он принципиально тем, что у него тыльник был почти прямой. Этот приклад, каюсь, это китайская копия Fab Defense. Так как я карабин использую для спорта, а не для каких-то вещей, от которых зависит моя жизнь, я не заморачиваюсь и часто тестирую всевозможные китайские вещи, китайские элементы тюнинга. В данном случае приклад, например, полностью себя оправдал, при том, что он практически у меня не люфтит на трубе, совсем немножко никаких проблем с ним нет. Порядка двух месяцев я стреляю сейчас с этим прикладом. Настрел, наверное, порядка тысяч трех выстрелов, и к нему сейчас я привык. Даже уже возникает мысль, как я раньше стрелял с другим прикладом. Что касается внутреннего наполнения, здесь почти все штатно. Пружина возвратная родная. Я долгое время, наверное, тысяч пятнадцать, я отстрелял с жесткой пружиной. Была у меня где-то в зипе такая пружина, я ее и поставил. Попробовал, пострелял, эффект мне понравился. И вот тысяч пятнадцать выстрелов сделано вот с этой возвратной пружиной. Потом в какой-то момент я вернулся на родную пружину. В тот момент я менял сразу и дульник, и пружину буфера, и возвратную пружину. Поэтому что из этого повлияло больше всего, честно говоря, сказать не могу. Но, тем не менее, отдача мне показалась самой комфортной. А более того, именно сплиты в бумаге собирались намного лучше в таком сете. Такой сет я и оставил. То есть я реально брал несколько дульников, две пружины, разные пружины на буфере менял и отстреливал по бумаге. Смотрел, где сплиты собираются лучше, где хуже, где разбрасывает сильнее. И выбрал тот сет, в котором мой результат был лучше. Что касается ОСМ. Как я уже говорил, кастомные ОСМ для САГИ есть. Они регулируемые, и с этим связана основная их проблема. Постепенно они могут регулировки сбивать, постепенно прерабатываются, приходится их регулировать. Соответственно, фиксацию с винтов снимать, немножко их перерегулировать, перекручивать и опять затягивать заново. Ну, хорошо, это на ОСМах не всказывается, и поэтому они периодически вылетают. Поэтому, ну, наверное, на матче это основная проблема, с которой можно увидеть САГО-вода. То есть у него в какой-то момент начинает либо пулеметить ОСМ, либо нет ресета, и стрелок стреляет практически в ручном режиме. Каждый раз отжимая спусковой крючок назад, чтобы произошел ресет. В моем случае у меня, опять же, большую часть на стрела, 1012-15, стоял вот такой вот ОСМ. Регулируемый, с несколькими винтами. Насколько я помню, даже это одна из первых версий, первых партий буллитека. Он у меня очень давно, и с ним регулярно возникали, на самом деле, у меня проблемы. В том числе и отчасти я был в этом виноват, потому что постоянно хотелось достичь какого-то суперидеального результата. Поэтому некоторые винты я не фиксировал, некоторые я фиксировал не сильно и периодически их разогревал, откручивал, перекручивал. То есть менял регулировки. И получается, что на матчах часто я имел из-за этого проблемы. Не очень хорошая была ситуация, и в конечном итоге я вернулся на штатный ОСМ. С ОСМами, на самом деле, сейчас ситуация довольно мутная в плане законодательства с прошлого года. Но у меня здесь штатный ОСМ сейчас стоит, вернул я его не поэтому, потому что он стабильнее работает. Не знаю почему, наверное, со временем он у меня как-то приработался, где-то, наверное, подсточился. Ход у него укоротился, усилие у него довольно небольшое, и даже сам спусковой крючок немножко подвыровнялся. Ну, мне так удобнее стрелять. Ну, что сказать, хороший штатный ОСМ. Еще небольшая доработка, которую я делал самостоятельно. Я заменил эту штатную клепку на регулируемый винт. Идея была такой, что при выработке на винте я смогу менять натяжение винта и сохранять постоянное усилие, с которым импровизированная клепка давит на затвор. Но с тех пор уже точно больше 10 тысяч выстрелов прошло, и до сих пор на затворе и на клепке четкий след есть. То есть они при работе взаимодействуют, и никаких регулировок за все это время, за весь настрел не потребовалось ни разу. Ну, и теперь самое интересное, а самое интересное по одной небольшой причине. Дело в том, что это цевьё изначально было установлено уже на другом карабине, и я его переставлял сюда. А первые версии цеви Кастамганс требовали небольшой доработки по месту вот этой муфты. То есть на каждый карабин муфта садилась по-разному. То есть эта муфта уже подгонялась под другой карабин, и когда я ее себе ставил, оказалось, что на том карабине, на котором она изначально стояла, наверное, были немножко другие размеры крышки ствольной коробки. И получил я то, что моя крышка ствольной коробки в этой муфте довольно сильно болтается. Я когда поставил муфту, крышку на место, и когда увидел этот люфт, был шокирован и подумал, что, ну, всё, про точность на этом карабине стоит забыть. Но, во-первых, в закрытом положении этот люфт практически не ощущается, и, как показала практика, на точность карабина это практически никак не повлияло. Сайга с болтающейся крышкой вполне себе собирает нормальную кучу. Мы с Сергеем отстреливали эту же сайгу изначально, когда она только появилась у него, и она показывала кучность в районе 6 сантиметров на 50 метров. Сейчас также 50 метров. Если мы уберём один вот этот отрыв, то у нас куча даже в районе 4 сантиметров приблизительно. Насколько влияет вот эта вот болтающаяся крышка, то есть я беру сейчас коллиматор вот так, он не болтается, а если я открываю крышку, то, о ужас, ну, миллиметров 7-8. Для стрельбы в КПК, в практической стрельбе, вот такой кучности более чем не хватает. То есть я знаю, что с рук я покажу намного худший результат, чем этот карабин. Ну и, как обещал, про состояние карабина немножко расскажу. Стоит начать с того, что я не очень хорошо слежу за своим оружием, я не отношусь к перфекционистам, которые следят за каждой царапинкой, быстренько всё подкрашивают, то есть у меня карабин здесь и в царапинах, в забоинах каких-то. То есть это рабочий инструмент для меня, и отношусь я к нему ровно так, как к рабочему инструменту. То есть он должен работать, он должен выполнять свою функцию и быть в надлежащем рабочем состоянии. Поэтому, ну, признаюсь, чищу карабин я нечасто. Сейчас без чистки здесь примерно 2,5-3 тысячи выстрелов. Работает без каких-либо проблем всё ещё, но чистка прямо уже требуется. У меня нет какой-то периодичности, с которой бы я чистил карабин. Наверное, за всё время, вот за весь настрел в 20 плюс тысяч, я хорошо полностью чистил его, наверное, раза два или три. В основном чистка в моём случае заключается в том, что я чищу патронник, чищу затвор и содержимое ствольной коробки. То есть снимаю УСМ, прочищаю всё, убираю там накопившуюся грязь, отходы жизнедеятельности с Айги, ставлю всё на место, смазываю места трения и таким образом продолжаю работать. Да, понимаю, гордиться здесь нечем. Конкретно с этим карабином у меня сложилась именно вот такая история. И он мне служит хорошо, проблем с ним никаких не возникает. Может быть, это и не самый плохой подход, который, ну, как минимум, меня устраивает. С Айга-9, 20 тысяч выстрелов, проблем особо никаких больших не возникало, до сих пор в рабочем состоянии. Кучность сохраняется, даже немножко, как ни странно, улучшилась. Ну, возможно, это партия патронов такая, либо звёзды сошлись, я был в хорошем настроении, в хорошем состоянии, хорошо отстрелялся на камеру. На мой взгляд, шикарный вариант для вхождения, как в моём случае, в практическую стрельбу в карабин пистолетного калибра. Друзья, на этом я с вами распрощаюсь. Любите своё оружие, стреляйте из него, заботитесь о нём, не будьте, как я. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok